Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас сегодня урок по датчику. Давно мы с вами не занимались датчиками. И сегодня мы рассмотрим датчик интересный, который измеряет сразу несколько величин. Это температура, давление и влажность. Датчик представлен компанией SensorTech и может подключаться как по I2C шине, так и по SPI. Ну у нас будет вот такой вот представитель, который вот здесь на картинке. Он подключается только по I2C, так как для шины SPI здесь ничего не выведено. Ну в принципе сэкономим ножку. Давайте перейдем на сайт данной компании. Компания данная давно существует, специализируется не только на датчиках. Заходим вот сюда. Датчики окружающей среды. Сюда. И сразу здесь его мы и видим. Здесь еще 680, но это я не рассматривал пока такой датчик. Заходим дальше. Ну и вот картиночка данного датчика. То есть что он из себя представляет. Вот такой вот квадратный датчик, квадратная коробочка с отверстием, само собой. Иначе как же он будет атмосферное воздействие измерять, если они туда не попадут, если изолироваться. Все равно какая дырочка должна быть. Вот такие размеры. Два с половиной миллиметра он всего лишь по стороне А и Б. То есть по ширине и длине. И высота у него не достигает даже миллиметра. То есть и при таких размерах данный датчик он очень много всего может. Он не просто измеряет эти вот выше указанные мною или раньше указанные мною данные. Но измеряет их, во-первых, очень быстро. Также профессионально умеет фильтровать шумы. В него встроена очень тонкая калибровка показаний. И в то же время он вот эти все работы выполняет очень блестяще и очень быстро. Еще очень интересной особенностью является то, что датчик умеет измерять влажность воздуха, которая находится в пределах менее 20%. Это тоже не каждый датчик может. Ну понятно, что и у раньше рассмотренных датчиков есть свои плюсы. Например, какой-нибудь там последний DHT он D1820. Они зато могли все это передать по одному проводу. Здесь нужно два. И плюс тут на I2C еще и качество проводов и длина проводов немножко другая. Но видимо и условия использования другие. Но зато очень еще великая у него точность. Ну про точность я еще скажу. Вот здесь вот вы можете даташит скачать. Причем в Downloads. Здесь не только даташит. Интересные всякие еще вещи. Смотрите, тут и примеры кода. Но вообще пример кода он в самом даташите. Причем очень хороший пример. И мы не будем думать даже как вообще применять калибровку считанную. Там все в примерах уже объяснено, во-первых. И практически там готовый код уже дан. Это очень важно. То есть, чтобы сэкономить время программиста. Ну, скачиваем даташит и открываем. Понятно, что здесь компания представлена, само собой, которая представляет данный датчик. Вот опять картиночка данного датчика. И вот они основные его характеристики. В общем, питается данный датчик от 1,71 вольт до 3,6 вольт. Ну, а порт ввода и вывода питаться может даже от 1,2 вольт. То есть, там отдельное питание подается на порт данных, отдельное на АЦП, можно так сказать, на сам датчик, на аналоговую его часть. Ну, в принципе, нет в этом никакого смысла. Можно подать просто, например, 3 вольта на обе эти ножки. Потом от шины I2C, если мы его подключаем, то мы можем общаться до 3,4 МГц по данной шине. А по шине SPY до 10 МГц. Ну, я не знаю, зачем такое общение. Потому что датчик, он около там 1 Гц, может быть, показаний дают. Ну, это там по-разному. То есть, во-первых, можно и прибавить частоту измерений, но опять же ток возрастёт. То есть, вот и как раз и потребляемый ток. 1,8 мА при измерении, если только влажности и температуры, причём при частоте дискретизации 1 Гц. Также даны и токи для других режимов. Если мы измеряем, например, давление и температуру, то 2,8 мА. То есть, в отличие от влажности температур уже будет больше. Если все три показания, то, конечно, мы не тупо складываем вот эти две величины, а именно будет 3,6 мА. Ну, в спящем режиме 0,1 мА. Хорошие такие щадящие, так сказать, токи. Ну и вот диапазоны измерений. Температура от минус 40 до плюс 85 градусов. Влажности от нуля. Именно от нуля до сотни процентов. Влажность воздуха. Ну и давление атмосферное от 300 до 1100 гигапаскалей. Ну, мы, конечно, привыкли в нашей стране давление видеть в миллиметрах ртутного столба. Нам и по радио, и по телевидению его таким вот образом представляет. Поэтому мы будем пользоваться такой величиной. Будем всё это переводить, само собой. Забегая вперёд, я скажу. Ну и точность измерения. Само собой, она в различных условиях будет различна. И в различных диапазонах. Вот здесь вот плюс 3. Это именно если будет от 20 до 80. Если больше будет разброс, то уже будет точность другая. Ну, всё это нужно уже не здесь читать. Пропускаем содержание. И вот отдельно по всем вопросам. То есть, ну, это электрический параметр. Здесь ещё раз более точно повторены. То есть, это общие. А вот здесь уже по каждой величине. Вот идёт у нас, например, влажность. Вот она идёт от 20. Если до 80, то плюс-минус 3% может врать датчик. Если, конечно, будем измерять меньшие проценты влажности, то может быть и увеличена данная величина точности. Давление. Вот у нас давление. Ну, здесь плюс-минус 1 екапаскаль. Опять же, в диапазоне от 300 до 1100. Что говорит о том, что это во всём диапазоне. То есть, он у нас другие диапазоны не знает. То есть, вот такая вот точность. Ну, вернее, если мы сузим диапазон, то точность будет больше. При от 700 до 900, если будем вот измерять, то будет 0.12. Ну, у нас где-то от 740 до 780 миллиметров ртутного столба. Я не знаю, сколько это в гигапаскалях, но думаю, что где-то более 900. Гигапаскаль, он приблизительно одной атмосфере равен. Атмосфера, она где-то 760, наверное, там, одному бару. Хорошо. Температура. Точность её 1 градус от 0 до 65. Ну, если измеряем 25 градусов, то 0.5. Теперь шумит датчик следующим образом. При измерении влажности он шумит вот таким вот способом. 0,02. Вроде бы шум очень малый, но здесь разработчик применил хитрость. Вот этот вот объём шума, вернее, величина шума, она при полном применении оверсэмплинга. То есть, при фильтрах, при всех применённых. А в предыдущем датчике, который существует, BMP 280, который влажность не измеряет, там все прочие величины, кроме влажности, они и здесь также. Они даны без применения фильтров и, казалось бы, что вот этот датчик, он точнее. Он ничуть не точнее. Ну, можно сказать, единственное, у него вещь такая уникальная, что он измеряет влажность. Предыдущие датчики, они не могли их измерять. Вернее, ну, предыдущий BMP. Ну, зато он стоит, конечно, там раза в два с половиной, а то и в три дешевле. Этот подороже. Ну, я думаю, там где-то на рубли, скажем, там около, я не знаю, 200, 50, может быть, 300 рублей. Это невелика цена. Так что лучше всё-таки, если разрабатываем походную станцию, чтобы потом не тужить и не мучиться, не, так сказать, для влажности измерения ещё один датчик не ставить и не мудрить потом с кодом, как их по очереди, читать эти все вещи. Лучше всё-таки вот такой датчик, конечно. Это мой совет. Ну, так вот шумы. Вот у нас 0,02. Это, в общем, без применения, вернее, то есть с применением фильтров. Без применения 0,00С. Давление 1,3 паскалей. Вот у нас давление, там на другой страничке. Вот. Это, то есть без применения фильтров с применением до 0,2 снижаются шумы. Ну и температура. Здесь у нас без применения оверсэмплинга 0,005 градуса. А с применением оверсэмплинга вообще снижаются до 0,002 градуса. Вот такая вот точность. Вернее, вот такие вот малые очень шумы. То есть вот так вот работает фильтр. Снижает шумы почти что втрое. Назначение контактов. Ну, здесь назначение контактов, оно дается, ну, в аспекте применения с определенными типами подключений. Спай трёхпроводной, четырёхпроводной, I2C. Я вырезал кусочек и показал всё это вот так. То есть я не стал эти лишние информации сюда давать. И вот я так вот здесь вот разъясняю. Можно, конечно, немножко добавить. 125, я думаю, достаточно процентов. Вот. VDD – аналоговое питание. GND – вот этот и вот этот. Это одно и то же. То есть это общий провод. Дальше VDD-IO, о чём я и говорил раньше. То, что раздельное питание здесь на цифровую и аналоговую часть. В общем, это плюс наш. SDO – это выход цифрового сигнала, но это при использовании четырёхпроводного режима SPY. А если мы используем трёхпроводной SPY, то вообще оно не используется. Это ножка. Если используем I2C, то это у нас адресная шина. То есть, не то чтобы полностью адресная шина, но немножко адрес там меняется. В нулевом бите адреса, если мы подадим сюда положительный уровень, то будет единичка. А если соединим с общим проводом, то будет ноль. Вот так вот, в общем, сделано. ССБ – это в режиме SPY chip select. SDI – это вход цифрового сигнала. Это при использовании четырёхпроводного. Также вход и выход при использовании трёхпроводного режима SPY и при использовании шины I2C. Режим I2C. Ну и это синхронизация SPY. Память теперь. Дошли мы до памяти. То есть, регистров очень много у датчика. Там одних калибровочных целая вязанка. Вот так вот память организована. То есть, здесь сверху вниз она дана. Вернее, начиная со старших и моложе. То есть, это вот у нас идут регистры показаний различных величин. Конфигурационный. Здесь настроечные статуса. Отдельные настроечные под влажность. Калибровочные регистры. Вот они простираются от E1 до F0. Их там полно. Регистр перезагрузки программной. И также регистр тот, где находится у нас ID. То есть, это мы, как правило, его считываем. Ну, во-первых, для того, чтобы вообще проверить общение с нашим датчиком и узнать, что перед нами именно тот датчик. И еще вот продолжается здесь калибровочный. Вот их тут сколько. Вот у нас регистр ID. Ну, это мы до него, конечно, еще дойдем. Также существует еще интересные три режима. Ну, вроде должен быть спящий и обычный. Но вот их у нас тут три. И вот эта вот схемка, она это показывает. То есть, существует режим спящий, существует normal и forced принудительный. То есть, чем же отличается у нас forced от normal? То есть, если мы находимся в спящем режиме и затем переходим в режим normal, то у нас начинаются сразу измеряться показания. И как только они измерятся, затем датчик уходит в режим sleep, проходит определенное время, которое мы также можем регулировать. И затем он, датчик сам возвращается опять в нормальный режим. То есть, и так по кругу. А если forced, то датчик тут же проводит измерение и возвращается в режим sleep и больше уже никуда не возвращается. То есть, другой режим мы уже должны опять инициировать сами. То есть, normal это более автоматический такой режим и мы будем его и использовать. У forced режим, я думаю, это нужен тогда, когда нам очень редко нужно проводить какие-то измерения. Например, там раз в полчаса, скажем, грубо говоря, то нам normal режим не нужен. То есть, мы измерили и находимся в спящем режиме. Там у нас 0,1 микроампер идет потребление. Красота. Но мы будем измерять, забегая вперед скажу, каждую секунду наши показания. Поэтому, я думаю, не будет нам смысла использовать forced. Мы будем использовать normal. Теперь дальше. Давайте еще раз посмотрим, как выглядит наш вообще датчик, который будем мы подключать. Ну, в принципе, я уже презентажки вот уже показал. То есть, вот такая вот платка незамысловатая. Их полно на алиэкспрессе таких датчиков. Я обязательно ссылочку дам на надежного продавца. Вот датчик здесь установлен. Вот у нас ножки. То есть, на модуле напряжение питания, которое сразу пойдет у нас и ну куда надо пойдет. То есть, ну здесь стоит стабилизатор, питание. Тут все будет нормально. При наших трех вольтах все здесь работает прекрасно. Общий провод, шина синхронизации и шина данных. То есть, все это под I2C у нас устроено. Также вот я показал на сайте с двух сторон. То есть, вот обратная сторона. Здесь мы видим всякие понятное дело у нас тут подтягивающие резисторы. Затем вот он стабилизатор стоит. Все здесь очень хорошо выполнено. Даже еще что-то вот стоит такое. Я как-то не вдавался в конденсатор стоит. То есть, все я проблем не видел с этим датчиком и не слышал тех, которые с ним видели проблемы по питанию. Понятно, что 12 вольт сюда подавать не нужно. Но я думаю до 5 вольт он спокойно будет работать. Но не обещаю. Я пробовал только при трех. Сразу признаюсь точно. Ну давайте теперь посмотрим в живую нашу схемку. Но прежде чем конечно посмотреть нашу схемку в живую, мы посмотрим модуль в живую. Вот здесь все отчетливо видно. Так не сфокусируемся. Вот. Вот он датчик. Возможно даже можно будет рассмотреть. Я сейчас через маленький экранчик. Ну скорее всего через большой можно будет потом рассмотреть. Отладочная плата, к которой мы подключили датчик. Наша Nucleo любимая. Ну она любимая тем, по сравнению с Discovery, что USART. Прямо через отладочный порт. То есть это она у меня из Nucleo появилась самая первая. И из таких продвинутых плат. И поэтому в общем-то для меня был это находкой. То есть я обрадовался, что можно будет отказаться от всяческих там переходников. Ну и подключили мы датчик по I2C. У меня коротеньких проводов не нашлось. Нашлось только вот 20-сантиметровый. Ну просто под рукой не нашлось. Так-то у меня есть. Ну он прекрасно работает и при такой длине. Он цифровой. То есть потерь здесь никаких не будет. Цифра эта вещь такая ли передалось либо нет. Ну и как мы видим мы ещё подключили конечно логический анализатор. Последнее время мы им активно пользуемся и признаться очень помогает он. 16-канальный он. Пусть он клон, но он задачи свои на хороших частотах. До 50 мегагерц точно выполняет прекрасно. Ну поэтому давайте мы его подключим. Ну понятно, что один провод GND. Причём его можно не подключать, если вы от одного компьютера используете и отладочную плату и логический анализатор. Но так как мы иногда подключаем отладочную плату ещё от автономных источников, поэтому я всё-таки предпочитаю протянуть GND. Но это не тяжело сделать. А так я пробовал. Работает и без этого. Отлично. Вот так. Отключим нашу плату. Ну вот так, я думаю, будет безопасно. Ну и давайте сегодня хотя бы создадим проект в сегодняшней части. Запускаем Cube. Проект будем создавать заново. Многие так очень любят почему-то. Хотя по мне проще создавать из готового. Но по крайней мере меньше возиться. Ну видимо сноровка обретается, когда постоянно новый проект создаёшь. Выбираем наш контроллер. Вот что удобно в последних версиях куба. Нам производитель подсказывает, что именно вот такой вот стоит вот на такой вот плате контроллер. Что очень тоже удобно. Отладка. RCC. USART 2. I2C 1. Ну так как мы потом ещё с вами дисплей подключим, потому что USART это хорошо, а дисплей лучше. Мы включим ещё один I2C. Ну почему-то вот можно и второй включить, но там настройки не открываются. Ну какой-то такой вот глючок. Ну и переопределим ножки. Не забудем. Удобнее просто подключать. PB9, PB8. Они там рядышком, а так это там такие разбросы. И они не выведены на ардуиновский разъёмчик, другие ножки. А эти выведены туда и сюда. То есть мы параллельно подключили анализатор, никаких разводных проводов не используя. Ну и PA5 включаем. Это у нас светодиод. Переходим к LOG Configuration. Меняем частоту, не забываем. Проводим всё через нижний тракт. 84. Табулятор. Готово. I2C 1. FastMod 400000. Он у нас прекрасно работает. Даже не на таких частотах. Ну на всякий случай включим прерывания. Вдруг пригодятся. Скорее всего конечно они не пригодятся. Зайдём в I2C 3. Проверим, что всё тут нормально. Тут не надо прерываний. USART 2. Посмотрим так, что тут 8 бит. А то иногда бывает и 9 поставят и всё что угодно. Так что всегда нужно заходить Receive Transmit. Ну хотя нам-то хватило бы одного тут режима. Ну пускай будет он. Все ресурсы не съест. Сеттинг. BME 280. Так, папка правильная. 401. Компилятор Kale. Готово. Ну всё наверное. Если что забыли, то вернёмся. У нас просто работать не будет что-нибудь. Бывает и такое. И открываем наш проект. Main C. Перезагрузка автоматической, вернее по прошивке. После прошивки. Оптимизацию на всякий случай. Попытаемся собрать. Подключим библиотеку для использования строк. Собралось. Также массив строк создадим. Ну и библиотеку, состоящую из BME 280H и из BME 280C. Следующего содержимого HFile. Ну тут и математика у нас подключена. Она пригодится нам тоже. Новую строку, чтобы не ругался. Ну а там мы в основном подключим наши модули. Строковый массив в файл реализации функций. И также не забываем подключить нашу библиотеку в Main C. Соберём ещё раз. Ну и в принципе проект у нас готов, настроен. На этом мы уже смело можем с вами попрощаться до следующей части урока, которая выйдет очень скоро. Вы узнаете об этом по приходу уведомлений, которые вы получите, если настроите приход уведомлений или получение уведомлений или отправку. Ну только в том условии, конечно, если вы не поленитесь, подписаться на канал. Также пишите комментарии, жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравилось данное видео. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok